Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как встретить Новый год История возникновения праздника Новый год – время сказок и чудес. По крайней мере, так каждому из нас говорят в детстве. В эти зимние праздничные дни, признаемся мы себе в том или нет, все мы ждем волшебства, тайны и, конечно, подарков. Но почему? Вполне возможно, что эти ощущения заложены в нас на генетическом уровне, на уровне исторической памяти. А раз так, будет небезынтересно узнать, как отмечали праздник Новый год наши предки – славяне. Новый год – самый древний праздник. Когда именно родилась традиция его отмечать, сейчас, пожалуй, точно никто не скажет. Однако с уверенностью можно утверждать, что возник он в далеком прошлом, когда о календарях еще не знали и был связан с наблюдениями за природой. Еще в древности люди заметили, что все в этом мире имеет начало и конец. Луна то растет и становится полной, то уменьшается и совсем исчезает. Весной природа оживает и расцветает, а зимой впадает в глубокий сон. Все живое на земле проходит три стадии развития – рождение, старение, смерть. Но за смертью идет новое рождение, ведь всему окружающему, да и самому человеку, необходимо обновление, которое, по поверьям, и свершается в Новый год. По одной из версий, этот изначально языческий праздник зародился более шести тысяч лет назад в Месопотамии. Постепенно он обрастал определенными правилами. Отмечать его следовало именно ночью. Люди в масках должны были плясать, петь, поздравлять друг друга, дарить подарки и приносить жертвы богам. Находившиеся в Вавилонском плену иудеи позаимствовали эту красивую традицию. От иудеев она перешла к грекам, а затем и в Западную Европу. Со временем обычай отмечать этот праздник распространился по всему миру. Новый год в разных странах отмечается по-разному, но везде его с нетерпением ждут и любят. У разных народов Новый год приходит в разное время, но суть праздника от этого не меняется. В Новый год старый мир со всеми неудачами, проблемами гибнет, а вместо него зарождается Новый мир и Новый год. Празднование Нового года на Руси имеет сложную историю, тесно связанную с историей самого государства. Одни ученые утверждают, что славяне отмечали Новый год 1 марта, другие настаивают на дате 22 марта. Дни весеннего равноденствия, как бы то ни было ясно одно. Первоначально Новый год встречали именно весной. Этот праздник являлся символом нового времени, ведь именно весной возобновлялись как работы в поле, так и другие хозяйственные дела, заново возрождавшие жизнь. Переломным моментом в истории праздника по одной версии стал XIV век, а по другой — XV. В этот период возрастает влияние христианской церкви на жизнь государства. Православная церковь, согласно греческому календарю, перенесла Новый год на 1 сентября. Однако эта реформа календаря совершенно не учитывала жизнь простого народа, для которого начало осени была тяжелой порой, ведь именно на это время приходился сбор урожая. Сентябрьский Новый год обосновывался библейскими легендами. Месяц сентябрь церковь связывала с покоем от всех житейских забот. Первое сентября стало праздником Симеона Столпника, или, как говорили в народе, Симена Летопроводца. С началом сентября заканчивалось лето.